МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всегда свежее деревенское мясо, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Всё это вы можете приобрести в магазине домашней еды «Мясоотделов». Ерыгина, 34. В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта. Есть вкусно. Всем привет. Это снова программа «Муж на кухне». Передача, в которой мы всегда готовим простые, доступные. А главное, очень вкусные блюда. Друзья, сегодняшняя передача, на мой взгляд, любопытна, потому что мы коснемся темой, с которой сталкиваемся ежедневно. Тема завтраки, друзья. Потому что, ну, действительно, завтраки – это важно для нашей жизни. Кушать надо утром очень хорошо. И важное значение, даже не важно, выходной это или будний день. Важно и то, чтобы затратить минимум времени на приготовление хорошего, полноценного питательного завтрака, чтобы хватило надолго и энергии, и сил. Так вот, давайте начнем. Первое, что приходит в голову при слове «завтрак», это, конечно же, яичница, яйца, да, блюда из яиц, омлеты. В нашей передаче мы как-то делали даже шакшуку. Есть такое ближневосточное блюдо, очень вкусное. Но я думаю, что есть смысл затронуть что-нибудь более глубокое и, в общем-то, и понятное с другой стороны. Поэтому я предлагаю в первой части нашей передачи заняться запеканкой, друзья. Помните вот эту запеканку из детства, творожную запеканку, я имею в виду? Иногда она была омерзительно кислой, невкусной, и все летело накором свиньям. Или она бывала при удачном стечении обстоятельств очень вкусная, пышная, сладкая, невообразимо вкусная. Особенно если удавалось попробовать ее с каким-нибудь сгущенкой, с вареньем. Согласитесь, это вкусно. И давайте сегодня попробуем сделать оптимальную, правильную запеканку из творога. И давайте начнем. Смотрите, запеканка делается с чем-то, с какими-то сладкими вкраплениями. Очень часто это сухофрукты, изюм какой-то. Но я сегодня сделаю немножко по-другому. Смотрите, здесь у меня клубника, она уже разморозилась. Мне нужно сделать из нее быстренько конфитюр. Я переложу ее вместе с соком на сковородочку. И высыпаю сюда же половину стакана сахара и ставлю на плиту. Перемешаем, чтобы сахар растворился в соке. У меня температура здесь высокая сейчас. Я включил. И знаете, мне нужно теперь только просто время от времени отвлекаться на это дело. Так, помешивать, чтобы, не дай бог, пригорело. Нужно хорошо проварить, вытопить весь сок, чтобы у меня получился такой густой конфитюрчик. И давайте перейдем к другим делам. Ну, запеканка у нас творожная. И вот он, собственно, главный продукт. Творог я его вот так на мелкой терочке немножечко измельчу. Он у меня зернистый. И я вот эти зернышки постараюсь растереть. Можно сделать то же самое через сито пропустить, либо пробить в блендере. Ну, а у меня сегодня будет такая полностью ручная работа. Сильно не надо, мы еще будем много его мешать. Так, просто слегка размять. Можно просто вилочкой. Ну, достаточно. Прикладываем в блюдо, где будем уже замешивать тесто для запеканки. Также нам понадобится 2 яйца. Я разобью их в отдельную чашу и отделю желток от белка вот таким образом. То есть многие начинают что-то там переваливать в скорлупе, а я делаю вот таким образом. Вот так вот между пальцев белок полностью отсекается, а желток я отправляю к творогу. Самое главное здесь иметь, наверное, нежные руки, можно так сказать. То есть очень нежно обращаться с яйцом, и все у вас получится, и не бояться тоже. Итак, отделили 2 желтка от белка. Белки пока в сторону. Закипел сироп. Увариваем его практически полностью. И продолжаем. Сметанка. Нам понадобится 3 столовые ложки. Ну, то есть с горкой практически это 200 грамм. 3 столовые ложки сахара. Я не люблю, допустим, слишком сладкую запеканку. Поэтому пока ограничимся таким количеством. И начинаем все это дело разминать. Вот сейчас также у нас зерна творожные тоже будут потихонечку расходиться. Но, и знаете, если какие-то останутся, то это, мне кажется, тоже неплохо. По крайней мере, мы будем понимать, что мы кушаем творожные изделия. А не сметанная. Можно добавить ванилина. Но вот в моей семье как-то он не очень приживается. Поэтому я делаю классическую, то есть как в столовке. Но, друзья, есть все-таки определенная технология, чтобы запеканка получилась пышная. Это же тоже важно, да? Именно поэтому я отделил белки от желтков. То есть мы будем взбивать все это дело отдельно. Логично сюда добавить муки. Но я не буду этого делать, потому что муку я заменяю манкой. Приблизительно 3 столовые ложки сейчас добавим. И пока на этом ограничимся. Потому что если манкой переборщить, тогда это у нас будет уже манник. Просто манка, она, знаете, такую более нежную структуру придаст запеканке. А мука, она просто загустит. А манка чуть... вот именно нежность даст. Не забываем помешивать ягоду. Ну и займемся белками. Белки я буду взбивать с сахарной пудрой. Буквально немножко я добавлю. Ну, грамм 30, наверное. Тоже столовую ложку. И начну взбивать. Как вы понимаете, белки призваны создать пышную пену, насытиться кислородом, чтобы потом ввести вот эту пышную массу в будущую запеканку, чтобы она потом поднялась. Поэтому взбиваем белки до пиков. Итак, друзья, вот вынужден прерваться. Хочу показать вам конфитюр клубничный. Вот такой вот он густой получился. Я сейчас уже сниму его, потому что больше выпаривать жидкость не нужно. У меня уже ягода и расползлась успела, и когда она будет остывать, она еще загустеет. Да мне, в принципе, сильно-то густой не нужно. Я буду выливать на дно формы для запекания этот конфитюр. Поэтому пусть он слегка постоит и остынет. А я продолжу взбивать белки. И очень важно, друзья, вот я добавил 3 столовые ложки манки. И важно вот именно в таком очередном порядке все делать, чтобы манка маленько постояла и набухла. Потому что, естественно, манка, как и любой другой зерновой продукт, она также будет набухать. Итак, друзья, по поводу степени взбитых белков. Здесь тоже очень важно не переусердствовать. Смотрите. Когда у нас получаются вот такие пики мягкие, которые вот так вот раз и слегка опадают, вот именно такая консистенция и нужна. Потому что если белки перебить, когда, знаете, вот так вот их все переворачивают, и они держатся в чашке, до такой степени не нужно. Потому что тогда белки уже станут совершенно самостоятельной субстанцией, и их вмешать будет очень трудно. А так они вроде как избиты, насыщены кислородом, но в то же время такие мягенькие, податливые. Очень важно, белки, то, как вы вводите их в тесто, это нужно делать очень аккуратно, так, чтобы стараться сохранить кислород, которым они насыщены, чтобы его не выбить из них. Понимаете, да? Чтобы тесто стало более пышным. Вот уже, в общем-то, это заметно, что оно становится более таким объемным. И вводить их тоже нужно частями. Не нужно сразу вбухивать все содержимое. Вот, даже видно, что воздух там присутствует. Это значит, что кислород у нас есть, и он сделает запеканку пышной. Ну и теперь соскребаем оставшиеся белки. И аккуратно вмешиваем. Ну и все, друзья. Давайте заканчивать запеканкой. Я смазываю форму сливочным маслом. Форма у меня будет такая прозрачная, чтобы было видно степень приготовления. И так вниз я выкладываю приготовленное варенье или конфитюр из клубники. А сверху тесто творожное. Ну и к вопросу о затраченном времени, на самом деле, на все про все, у меня ушло 15 минут, чтобы приготовить вот это все. Ведь мы же с вами договорились, что мы будем учитывать и временной фактор, да, приготовления завтрака. Так что запеканка, в общем-то, очень емкая вещь на самом деле. Главное позаботиться о том, чтобы все продукты были в наличии. А, собственно, продуктов здесь не так уж и много, да. Творог, сметана, сахар, манка, клубника. Ну, это, в общем-то, опционально. Яйцо. То есть все то, что есть в любом практически холодильнике. И убираем запеканку в духовку. Температура там, кстати, не сильно высокая. 160 градусов. Объем довольно-таки большой. Понадобится, я думаю, около 50 минут, чтобы запеканка пропеклась. Так что сейчас небольшая пауза. Первый пункт нашей программы мы уже выполнили. И приступим ко второй части сразу после рекламы. Всегда свежее деревенское мясо, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды «Мясоотделов». Ерыгина, 34. В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта. Есть вкусно. Ну что, продолжаем говорить о завтраках. Мы уже приготовили творожную запеканку. Надеюсь, что после сегодняшнего нашего рецепта очень многие возьмут это в обиход, потому что не все дети любят. Потому что я знаю, что в школах зачастую делают крайне отвратно это блюдо, потому что дети почему-то не любят. Ну, ладно, посмотрим. Продолжаем. Завтраки. Завтрак номер два. Это тоже на скорую руку, но уже такой, знаете ли, более основательный, не сладкий, мужской, можно сказать, завтрак. Очень хорош для выходного дня. Это бифштекс с яйцом. Классическое сочетание, да, но мы сделаем немножко по-другому. Ну, чтобы было вам интереснее, мы сделаем бифштекс с яйцом пашот. Я расскажу о том, как его сварить так, чтобы получилось. Это самая главная проблема. Ну, и что мы знаем про бифштекс? Ну, в первую очередь, это то, что бифштекс делается из говядины. Из говядины, из говяжьего фарша, потому что вот эта приставка биф, она, собственно, и говорит о том, что это говядина. Не бывает бифштекса из свинины. Это то же самое, что эскалом из говядины или антрикот из свинины. Потому что не бывает такого, как там в рекламе сейчас это популярно звучит, что это оксюмором, да, то есть это вот действительно так и есть. Итак, здесь у меня фарш из говядины. Я купил уже готовый фарш. Понимаю ваше недоумение, потому что редко кто покупает фарш в готовом виде в мясных лавках где-то, да, потому что, да, Бог его знает, что туда положили и провернули, да. Сами знаете, как это у нас делается, но у меня проблемы такой нет, потому что я уже несколько лет покупаю. Все в одном месте. Это мясной магазин, магазин домашней еды мясоделок. Очень, кстати, рекомендую. Там прекрасный говядий фарш без всяких лишних каких-то украплений. Все очень правильно и хорошо. Более того, здесь у меня фарш крупной прокрутки на крупной решетке. Это очень важно для бифштекса, потому что он должен быть как бы такой рубленный. Так вот, на самом деле бифштекс это очень просто. Это намного проще, чем котлеты. Потому что они делаются без добавления хлеба. То есть, что мы добавляем? Лук. Причем лук я не буду, даже вот, насколько я умею мелко нарезать лук, я не буду его нарезать. Сейчас я натру немножко лука на крупной, правда, терке, чтобы он дал немножко сока. Вот буквально четвертинку луковицы будет достаточно. Пропустим сюда один зубчик чеснока. Я думаю, будет достаточно. Обязательно перцы, перец. Ну, здесь у меня смесь перцев, ну, можно, в принципе, и просто черный крупного помола. И, собственно, и все. Далее, конечно же, обязательно посолить и яйцо. Да, именно в бифштексы я добавляю яйцо сырое, потому что важно, чтобы он получился плотным. А яйцо, как вы понимаете, вот сейчас оно фарш как бы сделало жидким, но когда мы будем его обжаривать на сковороде, яйцо сгруппируется, так скажем, и все соберет, будет держать будущий бифштекс, чтобы он не развалился. Фарш готов. Теперь мы делаем следующее. Смачиваем руки водичкой. Фарш достаточно такой жидковатый получается. Формуем шарики и опускаем их в муку. Мука по возможности сохранит сок. Положили в муку и идем на обжарку. Здесь у меня разогревается обычное подсолнечное рафинированное масло. Нагреть его нужно хорошо. Теперь мы берем шарики и превращаем их в такие вот бифштексики толщиной 1-1,5 см. Мука предотвращает попадание жидкости. В масло. Это тоже правильно. Бифштексы также, конечно же, как и стейки, бывают разные прожарки. И я люблю, когда бифштексы обжариваются просто с двух сторон. Также можно бифштексики жарить и на сковороде гриль. Это тоже правильно, а это тоже хорошо. Ну и также, чтобы было достаточно прожарки просто с двух сторон, именно поэтому нужно делать толщину бифштексов 1-1,5 см. Ну и опять же, в чем прелесть вот этих таких бифштексов, что это все быстро, друзья. Также фарш будет замешан за 5 минут, и буквально 5 минут у меня уйдет на обжарку. Такой, конечно, вариант завтрака нельзя назвать повседневным. Это, конечно, как я уже говорил, такой вариант выходного дня. Если вдруг у вас вчера остались в гости ночевать, они просто очень рады, если им приготовить вот такой питательный, интересный завтрак. Потому что бифштексы – это еще далеко не все. У нас лишнее место фаршот, и не только. Потом интересное блюдо у нас получится. Вот у скворчала поэнергичнее, это значит, что можно уже переворачивать. Прекрасный аромат мяса жареного разносит по моей кухне. Что может быть лучше с утра пораньше? Итак, друзья, вот у меня получились бифштексики зажаристые. Просто с двух сторон я их перекладываю в кастрюльку и накрою крышкой, чтобы они под собственным вот этим шаром там еще дошли. Давайте теперь перейдем к следующему, к следующему составляющему нашего завтрака. А это, друзья, яйцо пашот. Сразу говорю, что, ну, даже сейчас и с Игорем, с оператором разговариваем на эту тему, что это такая замороченная штука, как его правильно сварить, что надо что-то мешать, да, чтобы как-то там подсаливать уксус, добавлять, чтобы это ничего не разлетелось. Друзья, все гораздо проще, на самом деле. И в ресторанах повара в насочайшей категории готовить все пошло следующим образом. Они не заморачиваются, потому что в ресторане важно, чтобы было красиво, поэтому вновь мы возвращаемся к нашей волшебной вот этой вот пищевой пленочке. Я разматываю ее и кладу сверху тарелочки. Ну, что все рецепты, на самом деле, простые. Чем проще, тем рецепт лучше. Отрезаем. Важно не упустить некоторые моменты, а именно, пленочку необходимо, то есть, чтобы она была, да, в тарелочке в глубокой такой, немножко вглубь шла. И ее необходимо смазать растительным маслом обязательно, потому что бывает так, что яйцо приваривается. Смазываем. Берем теперь яйцо. Аккуратно разбиваем в центр всего вот этого дела. Берем за края пленочку, подтягиваем все к центру равномерно. И создаем вот такой мешочек, друзья. Вот. Вот такой мешочек. Немножко мы здесь закрутим. Вот такую обычную шпажку. Шампурчик деревянный. Прищепочку канцелярскую. И вот что у меня получается. Теперь что? Берем. Здесь у меня кипит вода. Я опускаю яйцо полностью туда. Шпажечка у меня не дает яйцу потеряться среди всего этого дела. И варить нужно ровно 4 минуты. Засекаем время. Как раз посмотрим рекламу. А потом возвращайтесь и посмотрим, что у нас получилось. Всегда свежее деревенское мясо. Полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды Мясоотделов. Ерыгина, 34. В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта. Есть вкусно. Ну что, друзья. Я, в общем-то, уложился. Буквально за полчаса у меня получилось два варианта завтрака. Или, можно сказать, один большой, который включает в себя основное блюдо и десерт. Мы пожарили, успели пожарить бифштексы. На это ушло буквально 15 минут. Также параллельно мы сделали творожную запеканку. Что я еще... Ну, пока вы смотрели рекламу, сварилось яйцо пашот. И я сделал такую греночку. Просто поджарят хлеб с двух сторон. И теперь, собственно, способ подачи. Вообще, в мировой блюнарии это называется яйцо Венедикт. Да, то есть вот такой способ творного яйца пошел. Некая интерпретация получается. Итак, на греночку мы выкладываем бифштекс, который полежал в кастрюльке. На бифштекс я положу, можно, друзья, любую травку, вот какая есть. У меня рукола продается сейчас без проблем. И стоит, в общем-то, порядка 60 рублей. Вот такая свежая рукола. Я просто немножко слегка ее сбрызну соком лимона. И больше никакой заправки делать не буду. А сверху я положу яйцо пашот. Разворачиваем и вот так переворачиваем. Естественно, вы понимаете, что яйцо не должно перевариться. Оно внутри должно быть сырым. И здесь не хватает еще соуса. Здесь подойдет, в общем-то, любой соус, который вы любите. Я приготовлю соус на основе майонеза. Потому что у этого майонеза вкус очень деликатный. А я бы хотел его немножко, знаете ли, сделать более таким, чтобы проснуться. Я возьму 100 грамм майонеза. Выдавлю сок половины лимона. Таким образом, я майонез слегка разбавлю. Добавлю маленький-маленький зубчик чеснока. И, друзья, горчицу острую. Вот такая обычная русская горчица. Где-то чайную ложечку. И все это дело мы разукрасим с помощью укропчика. Нам нужно лишь его неленько пробить. Теперь просто возьмем ложечку и перемешаем все составляющие между собой. Получается очень такой интересный соус. И сверху поливаем этим соусом яйцо. И последний штрих. Конечно же, перчик. Потому что сочетание черного перца и яйца считается одним из самых лучших и идеальных. И вот, друзья, обратите внимание, какой у нас завтрак, похожий на высокую кухню, да, ресторановскую, у нас получился из простых доступных продуктов. А что самое главное, что это быстро. Но это же еще не все. У нас же еще запеканка. Давайте посмотрим, что получилось. Итак, вот она, наша запеканка. Получилась она весьма пышной. Сверху корочка. Она очень нежная. Смотрите, это практически суфле. Берем вместе с клубничным конфитюром. И подаем просто на вот такой тарелочке. Можно сверху положить сметанки, взбитых сливок. И даже, друзья, вот она сейчас немножко подостынет. И даже мороженое можно подать вот с такой творожной запеканкой. Друзья, ну, думаю, что эти два рецепта пригодятся вам в повседневной жизни. А может быть и в выходные дни. Надеюсь, что чем-то вам помог. Если вы что-то не запомнили, то два рецепта вкусных и питательных завтрака повторятся сегодня вечером на канале «Россия-24» в 19.00. Есть вариант намного лучше. В социальных сетях, на сайте «Одноклассники», «ВКонтакте» и даже на «Фейсбуке» есть официальная группа нашей передачи. Найти ее очень просто. Она так и называется «Муж на кухне». Добавляйтесь туда. Там вы найдете рецепты наших прошлых передач. Также рецепты я выкладываю и пошаговые. Мы, разумеется, там с вами общаемся. Я отвечаю на вопросы. Делимся какими-то советами. Так что добро пожаловать. Мы можем начать общаться буквально сразу после завершения нашей передачи. Ну, а я с вами прощаюсь до следующей субботы. Пока. Всегда свежее деревенское мясо, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды «Мясоотделов». «Ерыгина-34». В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта. Есть вкусно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова